Вторая медаль Малышка и Серебро Урлова перхт в день рождения как россияне провели спринтерские гонки на Че по биатлону. 23 февраля 2019 года, 18.35 Борислав Головин на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах состоялись спринтерские гонки. Россияне завоевали сразу две медали. У мужчин Дмитрий Малышка, который ранее одержал победу в Супермексте, занял третье место. У женщин Серебро досталась именинница Екатерине Урловой перхт. Не допуск Логинова и травма старых. После двух эстафет, которые состоялись в четверг, биатлонистам на чемпионате Европы предоставили день отдыха перед заключительными гонками турнира, спринтом и пассиютом. Российские болельщики не без основания ждали медали от отечественной команды, которая приехала в Раубичи практически в основном составе. Однако в четырех предыдущих гонках россияне завоевали лишь одну медаль, что явно не удовлетворяло их амбиций на фоне достаточно слабого уровня соперничества. К тому же в спринте должен был стартовать Александр Логинов, который пропустил индивидуальную гонку и эстафеты. Но накануне было объявлено, что занимающий второе место в общем зачет и Кубка мира биатлонист вновь не выйдет на старт и таким образом пропустит весь турнир. Позже личный тренер Евгения Гораничева, а также председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский рассказал, что причиной пропуска стало вовсе не желание поберечь спортсмена, а банальная ошибка СБР. По его словам, российская сторона собиралась заявить Логинова на спринт сверх имеющийся квоты в шесть участников. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пассиюте. А чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте, приводит слова Кугаевского Тюменской арена. Логинов на старт в Раубичах так и не вышел, что, возможно, только пойдет ему на пользу, учитывая поездку на этап ЭКМ в Северную Америку. У женщин отдых предоставили опытной Рене Старых, которая продолжает испытывать проблемы со спиной. Уверенная победа Бео и хорошее самочувствие Малышка. Но и без них россияне наконец сумели завоевать медали в личных гонках турнира. Первым порадовал страну Малышка. Дмитрий в четверг одержал уверенную и красивую победу в паре с Евгением Павловой в Супермексте, а в субботу стал третьим в спринте. 31-летний спортсмен начал гонку в первой стартовой группе и прошел ее достаточно равно. Идеальная работа на огневых рубежах помогла ему по итогам спринта попасть в первую гонку. Сегодня самочувствие было хорошее. Выкладывался по полной, но не смог устать, на финише еще оставались силы. Трасса ледяная, скорость высокая, поэтому не удалось исчерпать весь запас. «Что делать, чтобы догнать Тарю и Абю? Нужно работать, везде по чуть-чуть добавлять, и на лыжни, и в функциональном состоянии, везде по секундочкам урвать», сказал Малышка в эфире телеканала Амач ТВ. Правда, соперничать с норвежцем Бюэль Шведом Еспером Нелином за победу россияне не смог. Обладатель Кубка Мира в итоге на 10 секунд опередил Нелина, несмотря на промах на первом огневом рубеже. Именитому норвежцу Малышка даже с идеальной стрельбой уступил 35 секунд, а Нелину – 25. Впрочем, сам Био-старший после финиша назвал гонку едва ли не лучше в своей насыщенной курьере. Скоростными качествами порадовать болельщиков в это утро традиционно сумел Матвей Елисеев. Лишь два промаха помешали ему занять место в первой тройке, а в итоге он проиграл до 53 секунды. Результаты остальных разочаровали еще больше. К стрельбе Антона Бабикова и Максима Цветкова вопросов не возникло, они закрыли на двоих все 20 мишеней. Но первый уступил лидеру минуту, а второй – полторы. Тем не менее оба, скорее всего, все равно попадут в состав, о чем уже заявил Анатолий Хованцев. Серебро Юрлова-Перхт и четвертое место Мироновой. У женщин серебро сумела завоевать Екатерина Юрлова-Перхт, которая в день гонки исполнилась 34. Россиянка порадовала хорошей скоростью на одном уровне с лучшими по этому показателю, и лишь один промах помешал ей побороться за победу со шведкой Моной Брарсон. Также по теме «Золотой супермикс», как российские биатлонисты Павлова и Малышка стали чемпионами Европы на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии, завершился второй соревновательный день, который принес россиянам первую медаль. В. Не смогла вспомнить, чтобы до этого выступала на большом соревновании в день рождения. «Отдельное спасибо всем болельщикам, и российским, и белорусским. Очень приятно, когда так поддерживают по ходу гонки. Довольно самочувствием, удалось выдержать темп от начала и до конца дистанции», цитирует Юрлова-Перхтмач-ТВ. На первое место также претендовала Ханна Аберг, которая в четверг выиграла в Раубичах индивидуалку, но оставила незакрытыми сразу две мишени на стойке. На финишном круге шведки всего на 0,5 секунды удалось опередить Светлану Миронову в борьбе за бронзу. Уроженка Томской области, как и Юрлова-Перхт, быстро бежала и допустила один промах. Интересно, что Миронова свой 24-й день рождения отпраздновала накануне. Остальные россиянки результатами не порадовали. Евгения Павлова в целом справилась со стрельбой. Один промах, но той же Юрлова-Перхт проиграла почти минуту. В январе спортсменка признавалась, что испытывает серьезные проблемы со сном и нервной системой. Месяц без стартов помог ей прийти в себя, но скорость к биатлонистке пока не вернулась. Виктория Сливко на этот раз неудачно отстреляла, три промаха, и высокий результат показать оказалась не в состоянии. А вот молодая Наталья Гербулова порадовала скоростью, но застрелилась на стойке, три промаха. Сразу после чемпионата Европы 23-летняя спортсменка отправится на универсиаду в Красноярск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!